Многие говорят, что сейчас есть большие проблемы с IT-отраслью на нашем рынке, но для кого-то это проблема, а для кого-то это вызов. Все то, как воспринимает эта компания. Я общался с многими компаниями, крупными компаниями, и для них это благо, потому что они с уходящих рынка иностранных компаний забирали себе лучших специалистов, и сегодня они могут гораздо активнее и качественнее продвигаться вперед, делать новые продукты быстрее и реализовывать их здесь у нас в России на практике. Количество заказчиков увеличилось, конкуренция уменьшилась, поэтому нельзя говорить, что все плохо. Есть определенные компании, особенно компании, которые занимаются софтом, они увеличили свой оборот, увеличили количество сотрудников, увеличили подразделения, которые занимаются, и разработкой внедрением. Поэтому в этом плане можно сказать, что здесь идет рост. Есть проблемы с микроэлектроникой, но эти проблемы давно известны, предпринимаются очень активные шаги в этом направлении, но мы знаем, что пока, к сожалению, в нашей стране нет таких ресурсов, чтобы производить это оборудование. Но мы работаем над этим, я уверен, что курирующие министерства, Минпромторг и Минцифра подготовят план по тому, когда они смогут появиться уже здесь у нас на российском рынке, именно от российских производителей. Минцифры разработаны беспрецедентные меры поддержки IT-сектора, IT-специалистов, это и налоговые льготы, и кредитные каникулы, и льготные кредиты, поэтому эти поддержки постоянно обновляются, и мы видим сегодня, что Минцифра очень активно работает в этом направлении, каждую неделю анонсируют какие-то новшества в поддержку именно IT-отрасли, поэтому уверен, что в этом плане тех мер поддержки, которые сегодня уже действуют, их достаточно для того, чтобы компании могли активно развиваться, даже в столь сложное время. Вопрос о полном импортозамещении, наверное, он так и не стоит. Есть объекты критической инфраструктуры, которые обязаны до 2025 года перейти на российское оборудование, на российское ПО, но мы не говорим, что весь бизнес, который работает в Российской Федерации, перейдет на отечественных производителей, но тем не менее, конечно, это очень такая важная цель, и это очень амбициозная задача, сделать так, чтобы российские потребители, они работали только на наших отечественных продуктах. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие 3-4 года мы увидим, как объекты критической инфраструктуры будут использовать российское оборудование и российское ПО, а дальше уже за ними последует и бизнес, потому что наши продукты будут качественнее, дешевле и работать будут на всей территории нашей страны спокойно.